всем привет ребята добро пожаловать на канал ягод как вы видите перед вами 9 диски да это прошлый век можно так сказать она уже канула в лету никто их уже не смотрит до многие наверно даже и не знаю что вообще были такие 9 диски даст в основном это возможно какие-то молодое поколение но как видите у меня эти диски остались и я очень рад что они у меня остались они уже более как раритет как какая-то коллекционная игрушка потому что но в таком состоянии и их уже вряд ли где-то можно найти хотя до сих пор продаются диски dvd и люди их смотрят при том что есть интернет и можно без проблем посмотреть онлайн скачать на каких-то ресурсах желательно конечно хорошем качестве и все остальное собственно так все и делают да можно также смотреть и блюрей качестве супер hd качестве 4k но у меня остались эти dvd диски какое-то время мне нравилось их так сказать коллекционировать да и я их не выкинул и их не продал я их их даже честно говоря не смотрю потому что есть все-таки альтернатива да то тоже интернет который я указал ранее у меня также если блюрей диски но вот это это такая ностальгия до особенностей мне очень нравились 9 диснеевских мультипликационных фильмов шедевров до вот таких как ну допустим вот книга джунглей до или кого еще взять ну допустим спящая красавица или там белоснежка вот это да это шедевр мировой анимации это дисней мне очень нравится диснея каким многим хотя в интернете кто-то их хейтит непонятно вообще почему всех великих часто хейтят да и давайте посмотрим некоторые мои 9 диски из моей коллекции так естественно это не все это лишь часть в другом видео я покажу другие диски покажу вам издательство допустим вот этот пример мультимедиа ой извините нет это видео сервис это видео сервис есть также вот это позитив том числе это один из этих 9 дисков да вот эта часть это позитив мультимедиа ну что премьер мультимедиа это другое тоже есть такое 2 издание мне она тоже очень нравилось в одном из видео также покажу один из мультфильмов кстати который у меня остался пример мультимедиа покажу потому почему-то о нем вспомнил и так давайте посмотрим что у нас ну допустим геркулес геркулес великий машины сыщик замечательнейшие мультики русалочка мулан спящая красавица это ностальгия ребят это ностальгия естественно я их уже не смотрю мне очень нравится доп материала в основном в основном почему я брал диски на 9 и потому что ну интернета середине двухтысячных вернее не интернета а youtube только появился 2005 году и доп материала можно было найти только на на дисках да ну вот допустим но допустим книга джунглей где бы еще нашел бы доп материалы вот этого мультика вы не подскажете да нигде нигде я их не нашел поэтому в том числе я и брал эти диски кстати книга джунглей это один из моих любимых мультфильмов дальше вот допустим кто видел этот мультик лис охотничий пес свое время когда только начал когда только посмотрел это начало 90-х и он назывался лис и охотничий пес тот и топпер два друга выросли все-таки охотничий пёс лис сами понимаете что как бы природе они по природе они не друзья этот мультик просто невероятный он не такой допустим как какая-то комедия да это все таки серьезный мультик и не всем он заходит серьезные мультики не всегда заходят такие как пока хонтас хотя горбун из интердама достаточно серьезно мультики он хорошо зашел вот вольт вот этот мультик диснеевский до компьютерный честно когда я смотрел в кинотеатре я очень смеялся очень много было смешных цен дисней может рассмешить зрителя у них даже есть программа которая позволяет определить где наиболее вероятен смех до у зрителей вот такая вот есть программа особенно этот парень мне очень понравился это просто супер а сент и там где эта кошечка учила вольта как просить еду была встречена на ура на театре ну естественно доп материалы за кулисами и все остальное чем мне интересен и нравится в пиксар это то что они могут совместить комедию и очень серьезную тему серьезную тематику до драму даже если так можно выразиться в одном мультике и это особенно когда это правильно сделано понимаете не надоедает потому что они каждый зритель может это воспринять да и не совсем могут широкая аудитория это принять пиксар конечно там ну там гений сидят как и в диснея это вверх это один из таких мультиков это вверх смотрел его несколько раз дополнительные материалы мистер фредриксон отлично пересматривала несколько раз замечательно вали ну это вообще это это самородок своем своем роде потому что этот мультик он минимизировал в этом мультике минимизировано общение то есть слова и все остальное в основном здесь сделал уклон на движение на показ той или иной сцены характера или ситуации при помощи движения вали это один из этих мультфильмов но в этом издании он был на одном диске и позитив мультимедиа я взял здесь на двух тут он был на двух дисках здесь он на одном удоб материалы непревзойден непревзойденно это вали что у нас дальше русалочка ну а русалочки я говорил отдельно в своем видео также я говорил отдельно в своем видео о короле льве и собственно и о мулан кстати скоро выйдет фильм ремейк этому потому что дисней сейчас делает ремейки да они такая вот у них идея достаточно хорошо окупаемая люди хейтят это все дело но тем не менее идут и смотрят как и звездные войны памяти их всех эти тут этот новые диснеевские звездные воины но тем не менее на них все идут вот интересный фильм дик трэйси фильм уоррена битти офигенный фильм даже три премии оскар там если не ошибаюсь за музыку вроде получил прекраснейший фильм комикс играет аль пачино сейчас я наведу резкость аль пачино и мадонна вообще видят мультик ребят вообще знаете вообще что он существует дик трэйси ты же комиксы поэтому если хотите то посмотрите зачарованная 2008 год этот фильм просто насмешка диснея над самим собой то есть над их идеологией вот этих вот мюзиклов принцессы принцы да и это проектировка на сегодняшний на современный мир как это выглядело бы в нашем мире естественно это было очень смешно несколько раз пересматривал это просто невероятно это это не фильм это ну да класс это то что люди говорят о disney о их мюзиклах и в этом фильме о них они сами себя и высмеяли ну на самом деле это сработало достаточно неплохо сработало какой еще мультик вам показать ну давайте ну естественно это тачки тачки пересматривал очень много раз создать персонажа машинку чтобы она понравилась людям это дорого стоит это очень дорого стоит попробуйте так сделать чтоб понравилось это не так-то просто так позитив мультимедиа вот мне интересный фильм почему их собственно и взял это тонкая красная линия и спасение рядового райна стивен спилберг терренс малек это более философский фильм а это стивен спилберг 5 премий оскар 2 золотых глобуса тонкая красная линия 7 номинаций на оскар просто актерский ансамбль шон пэнт эдриан броди вуди харрельсон джон кюсак джеймс кэвизелл ник нолти кстати тут не все туда же есть джордж клуни ну а здесь сами понимаете том хэнкс мэд дэймон том сезмор и эдвард бэрнс естественно на двух дисках как же так без двух дисков вообще бойтесь нельзя по крайней мере мне мне очень нравится тонкая красная линия на одном диске поэтому так дальше кошмар перед рождеством тима бартона тима бертона тима бартона да так правильно лучше говорить и труп невесты джек джонни депп и хелена боненкартер они озвучили этих персонажей доп материалы конечно же без них никуда что на одном что на втором дисках так по поводу двух дисков город грехов фрэнка миллера фильм роберта родригеса совместно с фрэнком миллером то есть автором города грехов также его долго искал на двух дисках это середина двухтысячных как снимали фильм то есть есть интересный топ материал как и за 15 минут показали фильм без компьютерной грабки то есть на зеленом фоне просто классно просто замечательно вот эти топ материалы можете поставить на паузу посмотреть их внимательно так ну что у нас естественно железный человек то есть по сути с этого фильма и началась вся эпопея marvel все фильмы сольники ансамбль супер героев в мстителях от этого все и пошло два диска роберт дауни младший железный человек 2008 год родоначальник всего этого дела шоу труман джим керри благодаря этому фильму джим керри показал что он не только комедийный актер которому нет равных даже сегодня да тут смотрел соника то есть я вот по сути ходил на соника потому что там джим керри он просто невероятен и в этом фильм показал что он не только комедийный актер а и драматический актер фильм на ура просто класс просто класс дальше ребята дальше что у нас идет так но мне очень тонался шаг вперед да потому что мне нравятся танцы естественно естественно это для меня естественно конечно тупой еще тупее джим керри джев дэниелс 94 год вообще джима керри был просто пиковым вышла маска вышла маска его до тупой еще тупее собственно и айс вентура первая часть фильм до сих пор смотрится и я просто в восторге когда его смотрю до сих пор я знаю что будет в этом фильме все знают и все равно улыбаюсь ребят ну на этом все следующее видео посмотрим другие свои диски мои диски поэтому оставайтесь подписывайтесь и до встречи пока